И всем привет, ребят! С вами Стервайка, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня я бы хотел вместе с вами обсудить вчерашнюю ситуацию, которая произошла в нашей игре. И поделиться своими мыслями, что же будет у нас дальше по этому моменту. И насколько быстро и гладко решится эта проблема. С очень большой долей вероятности я могу сказать, что это были DDoS-атаки. И вчера игра у нас легла не просто так. Разработчики игры выкатили пост даже на основной странице с техническими неполадками, в которых написали, что прямо сейчас мы наблюдаем проблемы с доступностью серверов Танков Онлайн. В связи с этим вы можете столкнуться с невозможностью загрузки в игру и лагами в битвах. Мы в курсе данной проблемы и прикладываем все усилия для скорейшего восстановления. Нормальные работы серверов в данный момент мы не можем сказать, сколько времени займет устранение палаток. Но обещаем держать вас в курсе событий. Приносим свои извинения за временные неудобства. Такие посты разработчики игры выкладывают только тогда, когда они не знают, с чем связана проблема. И как она вообще появилась, да, и с очень большой долей вероятностью, ну я ставлю где-то 95-99%, то что это DDoS-атаки, которые вновь вернулись в нашу игру. Вернулись они с какой-то другой вещью, с каким-то другим входом в, ну можно так сказать, игру. Да, и работает теперь это все дело по-другому, работает сразу на все сервера игры. Где-то нашлась новая дыра. Ну и вопрос лишь только того, насколько быстро все это дело пофиксится. Да, вот сейчас, я так понимаю, все у нас работает, все стабильно, но в любой момент игра может у нас перестать работать. Да, и это, конечно, максимально грустно, насколько много времени понадобится, но учитывая тот факт, что у нас выкатился такой вот замечательный пост от разрабов, уже с большой долей вероятностью можно сказать, что ивент кибертанка будет продлен. Да, и вместе с продлением этого ивента я верю в то, что у нас появится компенсация. Учитывая тот факт, что ивент сделали у нас довольно приятный, количество игроков и онлайн в игре на протяжении лета так точно просел. И для какого-то дополнительного буста игроков в связи с такими проблемами, я лично для себя вижу то, что у нас будут добавлены еще дополнительные компенсации после окончания и решения вот этой всей проблемы. Да, более чем я уверен, что за один день такая проблема не решается, да, хоть и орех в этом плане уже, ну, явно продвинулся за те все года, которые были с дедосами. То есть, по сути, у нас, ну, наверное, где-то уже на протяжении года, может быть, больше не было проблем со входом в игру. Там были периодические попытки что-либо сделать, но все это было очень и очень минимально и, по сути, особо сильно игры не касалось. Сейчас же, ну, то, что вчера я увидел, это было, ну, довольно жестко, да, то есть это довольно жестко и это было то, чего я давным-давно не видел. Давным-давно не видел вот этих вот сплошных вылетов, невозможности вообще зайти в бой с 504 ошибкой и полным отключением серверов на какой-то период времени, да. То есть, поэтому я вижу для себя эту ситуацию как ситуация с дополнительными компенсациями и очень сильно надеюсь на то, что эта проблема решится значительно быстрее, чем это было у нас раньше, да. Все-таки, как я уже сказал, орех с точки зрения дедоса уже продвинулся, да, и намного быстрее умеет решать такие проблемы. Соответственно, быть может, там, условно, сегодня-завтра игра у нас еще поболеет, да, не нужно здесь какой-то негатив устраивать, там, либо еще что-то в этом духе, да. Я уверен более чем, что в этом плане разработчики и орех в целом пытаются решить проблему как можно быстрее. Просто дедосер это тот человек, который пытается портить уже на протяжении довольно длительного периода времени игре и, ну, так просто и так быстро бывает, просто это дело не решается. Но более чем уверен, что можно будет увидеть компенсацию, можно будет увидеть дополнительные бонусы, продление мини-игры, ну, и со всеми этими моментами ситуация будет смотреться не так уж и критично, да, если мы увидим отличные бонусы от игроков. Поэтому тут надо лишь только запастись терпением, надеяться на то, что проблема решится в ближайшем будущем, ну, и то, что мы увидим какие-то интересные плюшки от разработчиков игры. Как вы считаете, будут ли какие-то компенсации? Хотели бы ли вы видеть эти компенсации? Если да, то обязательно проявляйте максимальную активность на данный видос. Подписывайтесь на канал, если вы еще тоже вдруг не подписаны. Участвуйте тоже в розыгрыше, если еще не участвуйте. Про это забыл совсем сказать. В описании вся информация имеется. Ну, и пишите, что вы думаете по поводу этой проблемы. Считаете ли вы то, что произошло у нас вчера додос-атаками? Будет ли за все это дело компенсация? И насколько долго продлится вот эта вот проблема, да? Насколько быстро Орех сумеет решить эту проблему в нашей игре и насколько быстро все заработает четко и стабильно, как было у нас раньше. Пишите все свои мысли, проявляйте максимальную активность на данный видос. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!